Девятое января, вторник. Думская ТВ начинает работу в вечерней студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. У меня есть два источника, которые подтверждают, что подобного фейерверка в Одессе еще не было. Первое – это люди, которые торгуют фейерверками. Вторая категория источников – это люди, которые покупали. Рекордное количество денег было выброшено людьми в воздух Новый год. О фейерверках, которые привели к пожарам, а также о том, что сегодня ночью сгорели два автомобиля в городе Одессе, поговорим с нашим гостем. Андрей Мельник, начальник пресс-службы ГСЧС Украины в Одесской области, присоединился к нам. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, сообщу нашим телезрителям, что мы открываем традиционные вечерние линии для голосования. Сегодня ваше мнение узнаем вот по какому вопросу. Религиозная нетерпимость со стороны московского патриархата – это три варианта ответов. Правильно, разделяет общество. Я – атеист. Ну и давайте начнем с двух автомобилей, которые сожгли сегодня ночью. Прошу вывести небольшую информационную справку, которую подготовили наши корреспонденты. Пожар на Львовской. Два автомобиля – Мерседес и БМВ – сгорели в ночь с понедельника на вторник рядом с общежитием Одесского экологического университета. Машины ремонту уже не подлежат. У них полностью выгорела передняя часть кузова и весь салон. Прохожие выдвигают свои версии пожара. Что-то, мне кажется, кто-то спалил специально. Мое мнение такое. А чего? Ну, поставили. Ну, тут не парковка. Мне-то, кажется, мое мнение. Есть же дорога, масса мест, где можно припарковать машину. Ну, тут как бы... Ну, сгорели так две машины не было, вы же сами понимаете. Местные жители говорят, машины были на польских номерах и они принадлежат представителям одной из нацменьшинств. В полиции считают, что авто могли поджечь специально. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье «Умышленный поджог». Итак, что касается этих автомобилей, есть ли у вас какая-то информация, что это могло быть и как это влияет на ситуацию пожарной безопасности в данном регионе? Ну, на пожарную безопасность, наверное, в регионе это не влияет. Я имею в виду в районе в этом. Это случай, да, действительно, сегодня в 2 часа 11 минут утра поступило сообщение на улице Львовской. Возграние двух автомобилей. Через 14 минут на место прибыли наше пожарно-спасательное подразделение. И в 2.37 ночи полностью ликвидировали возграние двух автомобилей. И был спасен рядом находившийся еще один автомобиль «Мазда». Ну, вот сотрудники национальной полиции сейчас рассматривают несколько версий. Наша задача была прибыть оперативно потушить. Но за последние дни это не единственный случай. И в прошлые сутки тоже было возгорание автомобилей. Это возгорание или поджог все-таки? Ну, мы называем это возгорание автомобиля. То есть причины выясняются. В городе Подорске горел автомобиль. И на военном спуске тоже в Одессе 8-го числа тоже в 2 часа ночи горел автомобиль. ФИАТ тоже прибывшие сотрудники быстро ликвидировали возгорание. Ну, на данный момент ведется следствие и рассматривается причины. Какая была возможная причина возгорания этих автомобилей. Сколько в среднем занимает времени такая экспертиза, чтобы установить, что стало причиной возгорания? Замыкание или поджог, к примеру? Ну, есть определенные сроки там на разбор каждого пожара. То есть по окончании вот этого следствия, думаю, будет опубликовано. Потому что достаточно у нас в Одессе, достаточно часто горят автомобили. Ну, особенно не так давно мы помним случай, когда за одну ночь сожгли фактически, сгорели 20 автомобилей практически. Да, да, да. Было в конце прошлого года такой случай. Поэтому автомобили горят. Ну, наше дело ликвидировать эти возгорания. По статистике раньше такого не было, я правильно понимаю? Ну, вот 20 автомобилей за один день, это, конечно, достаточно... Ну, это был рекорд, безусловно, да. Антирекорд, почему это было не в одном месте, это было в трех местах. В трех местах, да. В трех местах. Хочу уточнить. Прямо сейчас пришла информация в одесских новостях о том, что не работает временно служба 104. Телефон 104 не работает. Как поступать людям в случае утечки газа, определения, знаете, там, какой-то ситуации? Ну, во-первых, звонить на телефон 101, наши телефоны работают. Но по опыту нашей службы могу сказать, что в случае, если происходит какая-то заминка через телефон 101, мы информируем население через средства массовой информации, что работают, допустим, определенные номера телефонов. Они у нас есть дежурные службы, куда можно, пока идет ремонт или что-то произошло, идет устранение неполадок, они могут обращаться вот именно по этим телефонам. Пока так же самое, я думаю, должны поступить и сотрудники службы 104. Ну, давайте перейдем к праздничным дням. Не для всех они были праздничными. Ваша служба в эти дни особенно настороженная и особенно активно несет службу. Были ли пожары? Были ли какие-то серьезные происшествия в регионах? Ну, с начала года на сегодняшнее утро на территории Одесской области произошло 70 пожаров. Из них 23... Это за 9 дней? Да, за 9 дней 70 пожаров. Из них 23 в городе Одессе и 47 в районах области. К сожалению, погибли 4 человека. Это за какой период еще раз? Это за период 9 дней этого года. Как можно сравнить это с периодом прошлого года? По количеству пожаров статистика меньше, гораздо меньше. И, конечно, мы с тревогой ожидали. Работали, как и все службы, работали в усиленном режиме. Как и новогодние праздники, так и рождественские праздники. Смыс, конечно, ждали, так обеспокоенно ждали и новогоднюю ночь. Потому что, вы правильно сказали, что было рекордно, наверное. Наблюдая за небом примерно через минут 20 после начала салютов, Одесса была практически в дыму. И, по нашим данным, ни одного пожара в нашей области, в городе и области по причине неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, фейерверками, взрывпакетами и другими, скажем так, изделиями пожаров не было. Это чуть ли не впервые за долгое время. Ну, наверное, да. Потому что... В прошлом году, насколько я помню, в центре города загорелась крыша. Да, было. В прошлом году было, в этом году произошло без... Или люди с пониманием стали относиться к тому, что где можно стрелять на каком-то безопасном расстоянии от домов. То есть, все-таки профилактическая работа, которую проводите, сыграла? Нет, ее проводили. Возможно, сыграла роль профилактическая работа, которую не только мы проводили, наверное, сотрудники национальной полиции проводили. То есть, дружно так каким-то образом, может быть, повлияло. Может быть, люди сами уже стали понимать, что от того, как они будут использовать эти пиротехнические, один раз в году, может быть, да, там, но вот так можно, неаккуратно использовав эти изделия, можно навредить, сделать какой-то пожар, не дай бог, этот пожар еще потом в человеческой жизни. Есть ли какие-то нормативы, которые регламентируют и регулируют продажу подобных изделий, как-то сертифицируют их, разрешают использование где-то в пределах города, жилого квартала, не знаю? Ну, есть, конечно, те магазины, которые имеют лицензию на продажу, они продают лицензионные вот эти товары, на котором даже на самом товаре всегда есть инструкция, как его использовать. То есть, то, что мы уже дополнительно рассказываем, то же самое, что это должно быть не ближе 100 метров от жилого дома, не должно быть густой растительности, ни в коем случае это не должны делать дети. Не стрелять с балконов, из окон, с крыш, не кидать под ноги людям. То есть, там есть определенное количество правил, если люди вот это все соблюдают, ну, все вот эти вот самые элементарные правила обращения с пиротехническими изделиями, то вот, как показывает опыт, ну, не опыт, а как показывает вот этот Новый год, то обошлось без пожаров по причине фейерверков. Но, тем не менее, достаточно большое количество пожаров за 9 дней Нового года. Что в основном стало причинами пожара? Ну, из всех пожаров, 32 пожара в жилом секторе, это нарушение правил пожарной безопасности, это короткое замыкание электропроводки. Ну, по многим причинам еще ведется расследование, скажем так, но, тем не менее, люди немножко неаккуратно себя ведут в быту. Это, простите, ведут того, что люди находились в состоянии алкогольного опьянения? Есть в состоянии алкогольного опьянения, есть и очень большая нагрузка на электросеть, потому что не во многих домах, в частном секторе, есть старые дома, где проводка еще была заложена в стены, не знаю, там, 30-40 лет назад, где она действительно не выдерживает, а люди в целях, допустим, там, ну, не экономии, а так, что надо подключить где-то в одном месте много электро-ких-то электроприборов, те же самые, там, микроволновка, телевизор, электрообогреватель, а тем более тот, который сделает, скажем так, своими руками, который берет, скажем так, много энергии. Все это дело приводит к короткому замыканию семьи, естественно, и пожара. Пожары с жертвами где произошли? В Одессе или в области? Последний пожар был... Нет, это в области. Последний пожар был в Ивановском районе, в частном доме. Погиб хозяин дома. Причина пока расследуется, но предварительно это нарушение правил пожарной безопасности. То есть, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем четырех людей, которые погибли в результате пожаров. Несмотря на то, что и проводились рейды, объяснялось, как пользоваться. Рейды проводились, и рейды проводились, и проводились, и проводились, проводились, и, скажем так, и на праздники проводились. И проводятся дальше нашими сотрудниками, эту работу не останавливаем. К сожалению, пока так. Проводились, очень большая работа была проведена, и начиная с декабря месяца, и до самих рождественских праздников. Это в местах, где проводились службы на Рождество, культовые заведения, где обращалось внимание и на наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения, эвакуационные выходы. Проводились инструктажи, как и с настоятелями этих культовых заведений, учреждений, так и с ответственными за противопожарное состояние, за пожарную безопасность. Мы пережили Рождество, никаких пожаров, эксцессов не было, потому что работа была проведена, и Рождество прошло у нас спокойно. Андрей, с чем связано то, что в праздничные дни действительно происходит больше пожаров? Если мы действительно видим, что, допустим, предметы праздничного обихода, это фейерверки, они не спровоцировали, слава Богу, в этом году никаких проблем. Ну, люди находятся, во-первых, наши люди часто очень любят хорошо отдохнуть. Очень много пожаров происходит по причине того же курения в состоянии алкогольного опьянения. То есть люди курят, выпив люди курят, бросая те окурки, куда попало, потому что таких пожаров тоже достаточно много бывает. Судя по опыту прошлых лет, очень много пожаров по детской шалости с огнем, опять-таки. То есть причин достаточно много, поэтому мы обращаем внимание на все вот эти, берем самые основные причины, потому что, скажем так, пожар по причине, не знаю, обрушения или еще чего-то происходит крайне редко, допустим. А есть основные причины, которые уже из опыта многих десятков лет берутся, и из года в год происходит. Тем не менее мы видим, что за 9 дней огромное, на мой взгляд, огромное количество пожаров. Ну, по статистике с прошлыми годами это меньше. Меньше, чем в прошлом году? Да. А в прошлом году сколько? Ну, приблизительно было. Я не могу сейчас сказать, за 100. Что наследует ожидать в ближайшее время? Ведь праздники еще не закончились. Зима продолжается. Наши подразделения работают в штатном режиме. Праздники, скажем, закончились. Мы все понимаем, что зима еще не закончилась. Возможно, ну, прогноза пока такого нет, но возможно, что будет понижение температурного режима. Обещают, по крайней мере. Обещают, да. С 13-го числа. Понижение температурного режима, возможно, снег. Зима все-таки не закончилась, возможно, снег. Поэтому мы продолжаем работать в штатном режиме. Наше подразделение готово к ухудшениям погодных условий, назовем это так. Готовы передвижные пункты обогрева в случае необходимости, которые будут разворачиваться. То есть полностью ко всем негативам нашей погоды, которые, возможно, придут в наш регион, мы готовы, готовы прийти на помощь. Передвижные пункты обогрева, вот вы о них сказали, на них же изначально закладываются средства, правильно? Они у нас есть, эти передвижные. Из года в год они у нас стоят в отряде аварийно-спасательной службы. То есть, в принципе, они готовы? Готовы к применению. Сколько времени нужно, чтобы развернуть такой пункт? Ну, я не знаю. Я думаю, что за несколько часов мы можем развернуть, установить полностью, подготовить к работе. Совместно с другими службами, естественно, когда подключается и полиция, и скорая помощь, и волонтеры подключаются. И что касается на трассах, это передвижные пункты на базе, скажем так, автомобилей, которые передвигаются в случае, где заторы, где большие снежные заносы, где застревают водители, там тоже может туда добраться наша техника, и там развернуть такой передвижной пункт обогрева. Кроме того, что будут установлены в случае ухудшения и понижения температуры, будут установлены и стационарные пункты по всей области. Сколько таких передвижных пунктов обогрева на сегодняшний день есть у ГСЧС в Одесской области? Ну, у нас в каждом отряде. Отряды расположены в городе Белгород-Днестровском, Измаиле, Котовске и городе Раздельное. И здесь у нас два пункта таких в городе Одессе. То есть всего шесть, правильно я понимаю? Процедура будет стандартная, так же, как всегда, через муниципалитет определяются места, где устанавливаются пункты? Да, да. Когда температура понизится до минус 10 градусов, будет принято решение городским советом, областным советом, то есть местными органами власти, и места будут определены, места, где будут устанавливаться. Раньше это было возле вокзала и в Суворовском районе. В прошлом году устанавливались в Преображенцем сквере. Вот как будет в этом году, то есть по распоряжению наших органов власти, мы будем устанавливать там эти пункты. Насколько сегодня ГСЧС обеспечена средствами пожаротушения, потому что не единожды поднимался вопрос, что не хватает и пены. Это поднималось и на областном совете, и на городском совете. Ну, на сегодняшний день мы полностью, скажем так, обеспечены. Буквально перед Новым годом мы по взаимодействию с нашими немецкими коллегами получили автомобиль пожарный, пожарно-спасательный автомобиль на базе «Мерседеса». Он не новый, но он в отличном состоянии, который скоро поступит на вооружение в одно из подразделений города Одессы. И ожидаем в ближайшее время еще поступления новой пожарно-спасательной техники, пожарных автомобилей, которые в ближайшее время прибудут в город Одессу и будут также введены в боевой расчет подразделения города Одессы и Одесской области. Еще напомнить о традиционном развлечении одесситов купания в Крещении. Говорят, что несмотря на обещанный минус, погода будет очень теплая. Это значит, что мест, в которых люди будут окунаться в воду, будет значительно больше. Каким-то образом будет налажена работа по контролю побережья? Ну, конечно. В принципе, каждый год такие места, то есть купаться, где попало, устанавливаться такие места. Они определяются официально об этом. Мы и городские власти, и областные власти об этом сообщают. Где места, где дежурят спасатели, где дежурят сотрудники скорой помощи, где дежурят, скажем так, другие службы, которые могут в любой момент, если человек там свело ногу, еще что-то прийти, скажем так, на помощь, вытащить его из воды. Такие места будут определены, и мы традиционно советуем, как одесситам, так и гостям нашего региона, которые в этот период будут находиться в Одессе или в нашей области, купаться именно в тех местах, которые будут установлены местными органами власти. Так будет как-то и себе надежнее, и нам спокойнее, и зайти по оккупации, и совершить этот обряд. Я думаю, когда рядом с вами находятся и врачи, и спасатели, гораздо безопаснее, нежели в каком-то непонятном месте. Можно порекомендовать всем следить за сообщением в средствах массовой информации и знать, где будут оборудованные места. Нет, потому что к этому вопросу мы еще вернемся. Андрей, благодарим вас. Андрей Мельник, начальник пресс-службы ГСЧС Украины в Одесской области, был нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин